Это история Леонида Млеччина для тех, кого небезразлично наше прошлое. Ровно сто лет назад, в конце июля 1921 года, Адольф Гитлер возглавил национально-социалистическую немецкую рабочую партию. Человек, которого мало тогда кто знал, возглавил небольшую партию, малочисленную, стал ее главой с неограниченными полномочиями. Почему вспоминаем этот эпизод? Потому что с этого момента началась политическая карьера человека, который возглавит Германию и начнет мировую войну, которая дорого обойдется всем и особенно нашему народу. Почему вообще вспоминаем Адольфа Гитлера? Во-первых, потому что мы не можем, мы, наверное, никогда не сможем забыть Великую войну. А во-вторых, потому что Гитлер не первый и не последний диктатор. И всегда нужно понять, каким образом такие люди, как он, могут приходить к власти, и каким образом они получают в свое распоряжение целые народы и государства и приносят миру такие чудовищные бедствия. Ведь речь идет о человеке, которого в юности и в молодые годы никто всерьез не воспринимал, никто не считал он наделенного какими-то особыми способностями, никто не восхищался, никто с ним почти не дружил. И никому в те годы не приходилось, что этот человек сможет стать диктатором Германии. Почему это вообще произошло? Я думаю, на то есть несколько причин. И личность Гитлера, пожалуй, на третьем месте. А на первом – это внезапный для немцев разгром в Первой мировой войне. Ведь это совершенно невероятное обстоятельство, но его надо принимать в расчет. Немцы до самого последнего момента, до того момента, когда германское командование попросило союзников о перемирии, попросило Антанту о перемирии, полагало, что Германия войну выигрывает. Ну, немцы отправились на войну с ощущением, что они сейчас разгромят всех врагов. И начало Первой мировой в 2014 году ведь было крайне благоприятным, удачным для немцев. На Западном фронте они дошли до Парижа. Парижцы власти уже готовились к эвакуации, уже правительство было готово бежать. Уже мэр Парижа подумал о том, что, может быть, надо взорвать Ейфелеву башню на Восточном фронте. Поначалу тоже военное счастье сопутствовало немцам. Там две русские армии попали в тяжелейшее положение. И у немцев, конечно же, создавалось ощущение, у немцев, которые читали официальные пропагандистские сводки с фронта, что они вот-вот, они просто на волосок от победы. Потом, правда, Париж устоял, Россия устояла. Отмечу, что в Первую мировую войну немецкий сапог русскую землю не топтал. На Восточном фронте Германия больше никаких успехов не добивалась. А на Западном фронте наступила такая долгая тяжелая позиционная война. Но немецкая пропаганда исправно сообщала о бесконечных победах, о том, что Германия берет верх. Главное состояло в том, что вся эта война происходила не на территории Германии, а на территории Франции. И немцы, конечно, жили в очень трудном положении. В конце войны Германия и Австро-Венгрия союзницы просто голодали по подсчетам демографов только от голода. В Германии, в Австро-Венгрии умрали 600 тысяч человек. Но, тем не менее, вот самого фронта, самой линии фронта, самых военных бедствий немцы не ощущали. Война была где-то там далеко, на территории врага. Это имело большое значение. А в 1917 году ситуация вновь стала меняться в пользу немцев. Потому что в России произошла февральская революция. Постепенно боевые действия на Восточном фронте прекратились. Немцам стало легче. Потом к власти пришли большевики и сразу же предложили мирные переговоры. Боевые действия вовсе прекратились. Потом Россия подписала Брест-Литовский мирный договор. И немецкие части с Восточного фронта стали перебрасывать на Западный. И начались последние немецкие наступления. 1918 год. Германская армия вновь наступает. И немцы абсолютно уверены, что победа вот она в пяти минутах. Но вот сейчас уже точно кайзеровские войска возьмут Париж и проклятые французы капитулируют. И вдруг, совершенно неожиданно, германская армия сама капитулирует. Что произошло? Ну, во-первых, конечно же, германская армия была истощена. Она затеяла войну, осилить которую не смогла. Силы Антанты увеличились, а силы Четверного Союза уменьшались. В войну вступили Соединенные Штаты. И в 1918 году огромный экспедиционный корпус высадился в Европе. Американские солдаты и офицеры не были так хорошо обучены, как хотелось бы. Но это были свежие силы, хорошо вооруженные, хорошо оснащенные, с боевой техникой. Что тогда уже имело значение. И эти новые свежие части, а там же прибыли канадские части, новозеландские. Эти свежие части обрушились на кайзеровскую армию. И кайзеровская армия была разгромлена. Это был невероятный сюрприз абсолютно для всех. И для кайзера Вильгельма, ну, он человек был небольшого ума. И искренне пребывал в уверенности, что побеждает. Для германского командования, которое было настолько самодовольно, что не отдавало себе отчет военной реальности. И, конечно же, для всего немецкого народа. Причем это произошло буквально за несколько дней. Вот только что немецкие газеты печатали победные реляции. Вот они сообщают о том, что попросили перемирия. И вот уже готовы окапитулировать. И немецкий народ не поверил в свое поражение. Союзники не сделали то, что им следовало сделать. Оккупационные войска не вошли на территорию Германии. Потому что прежде всего американцы хотели поскорее вернуться домой. Американские войска стали эвакуировать. А французы и англичане были безмерно, они безмерно устали. Они тоже хотели поскорее снять форму и вернуться домой. И Германия не почувствовала, что она проиграла. Когда по их городам прошли бы французские, британские, американские солдаты, они бы ощутили вот это поражение, унизительность поражения. А иностранные войска так и не появились. И зародились сомнения. А точно ли мы проиграли войну? А не заговор ли это? И вот эта мысль, она утешающая, она утешительная. Нет, нет, конечно, мы такие потрясающие воины. Мы лучшая армия в мире. Конечно же, проиграть не могли. Это внутренний заговор, который обнился с заговором внешним. Внутренние враги и внешние нанесли нам удар в спину, удар в спину в тот момент, когда победа была уже практически в наших руках. Это вот такой транквилизатор общенационального масштаба. Вот что успокоило немцев, примирило их с реальностью. Нет, нет, мы не могли проиграть войну. Конечно же, нас погубили внутренние и внешние враги. И это имело колоссальное значение. Вот почему слова Адольфа Гитлера на митингах, которые он станет произносить, найдут такой живой отклик в толще немецкого народа. Вторая причина состояла в том, что после войны разразился глубокий экономический кризис. Он разразился по всему миру. И победители страдали не меньше побежденных. В Соединенных Штатах ветераны войны отправятся в Вашингтон к Белому Дому, разобьют там лагерь, будут требовать того, что им положено. Их будут разгонять танками. Командовать этим будет будущий герой Второй мировой войны генерал Маккарто. А помогать ему майор Эйзенхауэр, который потом станет одним из самых заметных полководцев Второй мировой, а потом президентом Соединенных Штатов. Но в Германии уверились в том, что причина экономического кризиса не в чем-то, а в том, что немцев ограбили. Версальский мир, условия Версальского мира, мира заключенного между победителями Антанты и побежденными Четверным Союзом, считаются очень несправедливым, грабительским, чудовищно несправедливым по отношению Германии. Германию ограбили, заставив ее расплатиться за то, что она сотворила. Но эта версия прочно укоренилась в историческом сознании. Но условия Версальского мира нисколько не тяжелее тех условий, которые Германия, разгромив Францию в 1870 году, навязала Франции. Эти условия ничем не хуже тех условий, которые в Брест-Литовске в марте 1918 года были навязаны России. Просто когда ты грабишь, это хорошо, а когда у тебя что-то забирают, это ужасно. Условия вовсе не были грабительскими. Германия должна была расплатиться за страшную войну, которую она устроила. Для Европы Первая мировая была великой войной. Франция и Англия понесли колоссальные человеческие потери, огромные экономические потери. Они хотели, чтобы агрессор расплатился, и в этом не было ничего такого ужасного. Но немцы уверили в себя, что, конечно, дело все в том, что они пришли нас ограбить. И в этом грабительском мире причина наших сегодняшних неудач. Вот почему немцы на митингах так внимательно слушали Адольфа Гитлера, который говорил о том, что Германию никто не мог победить. Она стала жертвой предательства. И ее еще ограбили, потому что алчные народы воевали против нас. Третье состоит, конечно же, в том, что Гитлер сделал невероятный подарок всем немцам. В чем причина его такого бешеного успеха среди определенного числа немцев? В том, что ядром своей идеологии и главными пропагандистскими тезисами он сделал разговор о иерархии различных рас. Он говорил о том, что есть расы высшие и низшие. Он установил эту иерархию. И на самом верху, на вершине, поближе к небесам он расположил немцев. И вдруг оказалось, что немец просто сам по себе утром проснулся, а он принадлежит к числу великих. Ничего не надо для этого делать, не надо стараться, просто по праву рождения. Просто благодаря той крови, которая бежит в твоих жилах, ты уже принадлежишь к величайшей расе, к расе господ. Это был невероятный подарок, который сделал Адольф Гитлер своим согражданам. И им понравилось. Четвертая причина состоит в том, что Германия после Первой мировой войны как бы раскололась на две части, на городскую и сельскую. Это происходит во многих обществах. Но в Германии, в послевоенной Германии, в Веймарской Германии это было особенно заметно. Потому что поразительным образом поражение в Первой мировой войне привело к расцвету культурной, духовной жизни в Германии. Потому что после крушения кайзеровского режима там сформировалась республика демократическая, очень либеральная, с очень либеральным законодательством. И там начался подъем немецкого национального духа, начался подъем литературы, искусства, кинематографа. В межвоенные годы не Париж, а Берлин стал столицей мирового искусства. Там собралась невероятная критическая масса талантов. Никогда в Германии не было такого расцвета к духовной жизни. Но что происходило? В городах, помимо этого невероятного расцвета духовной жизни, концентрировались и те, кто преуспел. Потому что освободившихся от всех ограничений кайзеровского режима, стала развиваться рыночная экономика. Германии какие-то люди очень успешные добивались невероятных успехов. Они делали себе состояние чуть ли не за ночь. И это на глазах тех, у кого ничего не получалось. На глазах у ветеранов войны, которые остались без работы. И на глазах крестьян, которые подозрительно, с недовольствием и раздражением, наблюдали за тем, что происходит в германских городах. Деревня будет голосовать за нацистскую партию, потому что нацистская партия будет обещать покончить со всем этим неравноправием. Со всеми этими олигархами, чуждыми. Со всеми этими быстро разбогатевшими новоришами. Со всеми этими людьми, которые неизвестно откуда появились и связаны с американо-английским капиталом. Последняя и очень важная причина состоит, конечно, и в личности Адольфа Гитлера. Я часто думаю, что не случись Первой мировой войны, никакого Адольфа Гитлера бы не было. Не было бы нацизма, не было бы Второй мировой войны. Или если бы Германия выиграла в Первую мировую. Мы никогда не задаемся такими вопросами. Очень многие не любят этих разговоров. А что было бы, если? А я терпеть не могу диктатуру изъявительного наклонения в истории. А что было бы, если бы Германия победила в Первой мировой войне? Если бы она победила бы в Первой мировой войне, ну, пострадали бы Англия и Франция, лишились бы своих колониальных владений, с них взяли бы контрибуцию. А в Германии не возникла бы национально-социалистическая немецкая рабочая партия. Адольф Гитлер не стал бы фюрером, потому что настроения были бы совершенно другие, и пропал бы его ораторский талант в Туне. Он даже не узнал бы, что он у него есть. Адольф Гитлер до того момента, как он занялся политической деятельностью, был человеком, в отношении которого никто не питал иллюзников, в голову не приходило, что он способен чего-то добиться. Он провел всю войну на фронте, даже не стал унтер-офицером, потому что офицером в его 16-м баварском резервном полку, и в голову не приходило, что он способен кем-то командовать, что у него есть хотя бы минимальные лидерские качества. Но практически не было друзей, несколько человек в юности, один-два. Он был, судя по всему, крайне неприятным человеком, тем, кому не хочется видеть ни в качестве соседа, ни в качестве сотрудника на службе. Но в той атмосфере, которая воцарилась после войны в Германии, его странный нервический темперамент оказался очень уместным, и злоба, которая переполняла его. Агрессия, ненависть ко всему остальному миру и ко всем, кто преуспел. Вот что выплескивался из него, и вот что находило понимание у таких же людей, которые считали, что их лишили всего. Они нашли в нем человека, который выражал их чувства. У него прорезался этот талант возбуждать все самое гнусное, все самое отвратительное в душах людей, и сплачивать их. С самого начала, обратив внимание, его тянуло к неограниченной власти. Вот сто лет назад, в эти июльские дни 1921 года, он потребовал неограниченных полномочий в партии. А что там произошло? Вообще говоря, на первое собрание Национально-социалистической партии он попал, будучи отправленным туда своим командиром из войсковой части, понаблюдать, что там происходит. Ему понравились эти разговоры, он даже сам что-то сказал. А партия состояла всего из нескольких человек. Во главе ее был слесарь Антон Дрекслер, который подошел Гитлеру, вручил ему пропагандистские материалы. Потом Гитлер вступил в эту партию. Еще раз повторю, это была совершенно малочисленная организация. Ее создатель Антон Дрекслер не был ни оратором, ни организатором. Через какое-то время Гитлеру понравилось быть в кругу людей, которые с таким интересом его слушают. Он вдруг ощутил себя предметом внимания, ему захотелось выступать, его стало переполнять. Это страстное желание говорить и быть услышанным. Ему нравилось, когда они его смотрят и кивают. И он очень быстро захотел стать хозяином партии, он стал хозяином партии и привел ее к власти. Но заметим еще одно очень важное обстоятельство. Никогда партия Гитлера не получала большинство голосов в Германии. Никогда за партию Адольфа Гитлера не голосовало большинство немцев. Самые удачные для партии моменты на выборах они никогда не получали. И половины голосов немцев. Это тоже нужно учитывать. Не все немцы сошли с ума, не все немцы были готовы голосовать за Адольфа Гитлера. Просто в раздробленной политической системе Веймарской республики, где было много партий, голоса разбивались. И даже получив 38% голосов, партия Адольфа Гитлера получила самую многочисленную фракцию в Рейхстаге. Но никогда большинство голосов. Поэтому Адольф Гитлера никак не должен был стать канцлером Германии. Это стало результатом уже таких безумных политических интриг, участники которых не понимали, с кем имеют дело, искренне полагали, что они ставят Гитлера во главе правительства. Ну, поскольку у него за плечами самая многочисленная фракция, будут им манипулировать. Они не понимали и в сотой доле тех тяжелых комплексов, которые им владели, той глубокой ненависти, которую он испытывал ко всему миру, и в том числе и к самым близким людям. Он ни с кем не дружил. Он не нуждался ни в чьей дружбе. Он держал всех на расстоянии. Он вовсе не хотел, чтобы люди могли заглянуть ему в душу. Видимо, догадывался, какая страшная картина, а бы им там увиделось. Адур Гитлер привел свою страну к чудовищной катастрофе. Германия проиграла войну, была практически уничтожена. Германия, как государство, в 1945 году перестала существовать. Это итог его правления. Я говорю это потому, что находится множество людей, которые находят какие-то таланты и даже восхищаются им. Это человек, который привел свою страну к чудовищной катастрофе. Ну и, разумеется, в нашей стране не может прозвучать ни одного сколько-нибудь одобрительного слова в адрес Адольфа Гитлера в нашей стране, которая пережила из-за Гитлера такую страшную войну, которую мы забыть не в силах. Но мы не должны забывать и то, каким образом Адольф Гитлер пришел к власти, как это стало возможным. И мы не должны забывать, что он не первый и не последний диктар. Вот почему мы вновь и вновь обращаемся к истории этого чудовищного персонажа. И вообще, вот почему мы с вами изучаем историю, чем будем заниматься и впредь. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!